Он очень изменился, очень быстро начал во все игры играть, и в настольные игры, и в сюжетно-ролевые игры. Конечно, самые любимые у него куклы. Он умеет кормить, умеет причёсывать их, завивать. Грибочек дашь ей покушать? Клади на тарелочку. Ещё смотри, что там есть ещё в магазине. Вань, в магазине что есть ещё? Что ты нашёл? Кастрюльку? Давай. Ставь на плиту, готовь еду. Ванечка, правда, здорово изменился и подрос. Мы познакомились с ним три года назад. Тогда Ваню перевели из дома ребёнка в детский дом. Он был сильно напуган и растерян. А вот что осталось неизменным, так это необыкновенная тяга к ласке и теплу. Ваня очень домашний ребёнок. Он единственный в группе, кто обожает заниматься хозяйством. Мальчик знает, где и что лежит в кукольном магазине и на кукольной кухне. Он готов целыми днями тереть, убирать, расставлять. Не сись сюда, Ваня. Пойдём? Давай я тебе помогу карточку эту. Повернись. Покажи, какой ты красивый. Очень любят помогать. Накрывать на столы, убирать. Постоянно, чтобы вот был он со взрослыми. Но и сам умеет один играть. Вот ребёнок, который может сам для себя организовать игру. Не беби, говори машина. Помнишь, мы с тобой вчера говорили? Давай. Ванюш, май. 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 Больше всего Ваня любит занятия. Не те, где присутствуют все дети, а индивидуальные именно с ним. Мальчик ещё почти не говорит, но пытается звуками и мимикой рассказать, о чём же с ним сегодня говорили взрослые. А теперь ты понёхай. Вот, оказывается, почему у зайка цветочки любят. Что там у зайки? Цветочек. Цветочек у него. Очень красивый. Да, покажи, Лёша. Вот. Очень быстро. Цветочек. Цветочек. А там? Ага. Ваня очень спокойный мальчик. Он никогда не кричит и не нервничает. Его легко обидеть. Он тихонько заплачет, но быстро успокоится. Ваня охотно переключается на положительные эмоции. У мальчишки завидная усидчивость. Он может долгое время заниматься самостоятельно, не требуя внимания взрослых. Но внимание ему совершенно необходимо. В противном случае из тёплого ласкового ребёнка вырастет затравленный зверёк. Машенька, давно тебя не видела. Расскажи, как у тебя дела? Нормально. Ну расскажи, чем там занималась вообще? Ходила на пруд. Не простывала? Нет. Личную гигиену соблюдаешь? Да. Медицинская сестра Марина Машаева не видела Машу целое лето. На каникулы девочку забирали к себе бабушка с дедушкой. И медработник спешит выяснить, подросла ли за это время воспитанница и в каком состоянии её здоровье. Машенька, открою ротик, скажи. А-а-а. Ага. Всё хорошо. Горло не болит, да? Всё. Замечательно. Давайте сейчас поливитамины, да? Соскучились по Маше в приюте многие. Девочка успела завоевать здесь всеобщие симпатии. Для этого она ничего специально не делала. Просто её искреннее отношение к людям невозможно не увидеть и не оценить. Наша Машенька Машуня – это добрая, отзывчивая девочка. Там, где Маша, там мир, спокойствие и согласие. Эта девочка дружит со всеми детьми. Со взрослыми, с маленькими, со всеми находит общий язык. Младшим помогает. Это наша незаменимая помощница. Это наша хозяюшка. Она помогает нам во всех делах. Можно просить её о чём угодно. И причём работу свою будет выполнять добросовестно, качественно. Прошлый учебный год Маша закончила неважно. Если разбираться в причинах, они наверняка найдутся. Но в чём девочку точно нельзя обвинить, так это в отсутствии усердия и усидчивости. Из книг можно научиться добру. Чем больше читаешь книг, чем умнее. Будешь писать в русском языке лучше. А не будешь читать там, у тебя будут в одном условии десять ошибок. Чтобы развивать речь свою, что-то думать. Вот он не знает никакую сказку. Раз, открыл книжку и прочитал. И у него уже в голове хорошие там манеры. Писатель Александр Сергеевич Пушкин. Сказка называется «Апопея. Работник обалден». Мне понравилось, что там смешно тоже. Как там чёрт хотел кобылу поднять. У него не получилось. Сил мало. Он упал. Маша, как ты думаешь, чему может нас эта книга научить? Ну, что нельзя врать. Враньё открывается, и правда это всё. Узнаёт правду всю. Маша очень честная и искренняя. И всё же она считает, что обмануть иногда просто необходимо. Это то, что взрослые называют ложью воспасения. Ну, и чтобы, например, там мой ребёнок, у него, например, мама умерла. А как сказать? Сразу как сказать? Ну, сказать, чтобы она уехала далеко. А потом уже ребёнок сам узнает. То есть не надо сразу говорить? Да. Может быть, плохо ему будет потом. Маша очень любит делать всевозможные поделки. И обожает рисовать. Особенно акварелью. Она много времени проводит в творческой мастерской. Девочке всё интересно. Маша готова как губка впитывать мир вокруг себя. А мир этот обязательно должен быть в образцовом порядке. Именно в таком порядке находятся чистые, выглаженные Машины вещи. Настрой у девочки позитивный. И всё бы хорошо. Но внутри неё живёт тоска по семье. Маша понимает, что без этого человек вырастает холодным. Вот девушка вырастет, у неё будут свои дети. А она даже вот, она не знаю как, материнская любовь. Вот. Мама её любит. Папа. Самые близкие Машины люди – дедушка и бабушка. Здоровье не позволяет им оформить опеку над девочкой. И те счастливые дни, когда они могут взять внучку в гости, особенно дороги Маше. С дедушкой они хорошие друзья. Он пытается помочь девочке разобраться в человеческих отношениях. С дедушкой я уже выучила песню. Чёрный платочек. Ой, а что это за песня такая? Я что-то даже не знаю. Она очень, её много кто не знает. А ты откуда её узнала? А у дедушки было на кассете. Это старая какая-то песня? А можешь чуть-чуть напеть? Прям интересно. Да. «Чёрный платочек» песня называется. «Была беда, была пучина, Мозкое дно тянуло вниз, И адмирал Лихой Нахимов Ушёл в последний свой круиз. Стояла я в руках, сжимая, Платочек мокрый весь от слёз, И словно слышала, родная, Укрой меня, я здесь замёрз». Тоска по семье и близким людям мешает Маше быть просто ребёнком. Интуитивно она чувствует, что ей нужно учиться защищать себя в жизни. Общаясь с такими же одинокими сверстниками, Маша всё больше сомневается, можно ли доверять взрослым. Особенно часто дети в приюте обсуждают перспективы приёмной семьи. «Потому что приёмная семья сначала хорошая, а потом они уже всё. Они скажут, не общайся со своими родителями, забудь их. А как я забуду? Мне уже 13 лет. Скоро будет. В следующем году я их уже не забуду. Я буду по ним тосковать, тосковать». Ребёнок, однажды переживший предательство, страшно боится, что это может случиться ещё раз. Поэтому именно предательство – то качество в людях, которое Маша не принимает. К счастью, детские страхи быстро проходят. Для этого нужны только любовь и близкие люди. И, возможно, Маша пересмотрит своё отношение к приёмной семье. «Я думаю, она будет жить в приёмной семье. Потому что она очень добрая, отзывчивая, ласковая девочка. На тепло, на доброту очень живо отзывается. Ей нужен именно домашний уют». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова